А теперь на сцену приглашается Михаил Гантман Номинация «Автор музыки» На стихи разных поэтов Потому что музыку писали, не знаю, Фредерик Шопен Петр Ильич Яковский, Иоганн Себастьян Бах В нашем жанре, наверное, это вот Нет, в нашем жанре это делают Сергей Никитин Делал Евгений Клячкин, Виктор Берковский А я, ну вот я так читаю стихи Я очень хотел на этом фестивале спеть несколько песен Для людей, которые для меня во многом олицетворяют этот фестиваль И вот эту песню я хотел спеть Юрию Львовичу и Робу Вадяеву Это стихотворение Виктора Сосноры Мелодия совершенно не моя, это такой еврейский народный мелос Получилось вот так И грустить не надо Даже в самом крайнем Даже на канатах Играйте, играйте Аленушка трудно Иванушка украли Эх, миллиона струнно Играйте, играйте Или наши игры оградим оградой Или, или, или Играйте, играйте Расторгуйте Расторгуйте храмы Алтари Разграбьте На хорогве Храбро Играйте, играйте На парных перинах Предадимся росту Так на мебелищах Люди плачут Балеты Балеты Играйте, играйте Играйте, играйте Играйте, играйте Все лето жил у них в сарае И писал окрестные пейзажи А потом он написал Марию Господи, неужто я такая? А потом Мария постучалась в помещение, где творил художник И Мария у него осталась А потом он написал картину Женщина с зелеными глазами В синем платье только что надетом Господи, да он меня не любит Мария возвратилась к мужу Он ее любил И только спьяну за измену упрекал нечасто Стал художник вскоре знаменитым И писал похожие портреты академиков и генералов Стал богат А два портрета продал Маша, женщина из Подмосковья Как-то раз случайно прочитала, что открылась выставка в музее И она стояла у портрета Но ее при этом не узнали А ее портрет был самый лучший Господи, ведь я была такая Спасибо вам Спасибо вам Третья песенка Мне понадобится помощь моих дорогих друзей и моих коллег Пока они выходят на сцену Они уже выходят на сцену Я скажу, что в этом году Дело в том, что мы вчетвером Я, Оля и Таня с Виталиком Которых вы слышали в первом отделении Мы играем в театральной студии Она называется студия Театр песни «Собеседник» И в этом году у нас было Ну, нам случилось счастье Мы сыграли спектакль Вот мы его два года делали Это произведение Александра Володина Спектакль называется «Дневник неудачника» Или «Стыдно быть несчастливым» И для этого спектакля Мы вот с Виталиком писали песенки На стихи Володина Вот одна из них Это моя музыка Аранжировку Вот там красивые женские голоса Писал наш педагог по вокалу Анастасия Модестова В прошлое уходят города Переулками струятся годы Словно зеленеющие воды Тихо пропускают не вода Белые дощатые дома Желтые торговые лабазы Старые пораненные вязы Шеллера Михайлова тома В прошлое ушли ночные споры Древней до октябрьской поры Одинокие серые заборы Хмурые крыши и грустные дворы Стихотворение Бориса Пастернака Если предыдущие стихотворения Названий не имели Они у поэтов назывались По первой строчке То это стихотворение называется Объяснение Жизнь вернулась так же беспричинно Как когда-то странно прервалась Я на той же улице старинной Как тогда в тот летний день и час Те же люди и заботы те же И пожар заката не остыл Как его тогда к стене манежа Вечер смерти наспех пригвоздил Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки Их потом на кровельном железе Так же распинают каблуки Вот одна походкою усталой Медленно выходит за порог И поднявшись из полуподвала Переходит двор наискосок Я опять готовлю отговорки И опять все безразлично мне И соседка, обойдя за дворки Оставляет нас наедине Не плачь, не морщ опухших губ Не собирай их в складки Разбередишь присохший струп Весенние лихорадки Сними ладонь с моей груди Мы провода потоком Друг к другу вновь того гляди Нас бросит ненароком Пройдут года, ты вступишь в брак Забудешь неустройство Быть женщиной Великий шаг Сводить с ума Геройство А я пред чудом женских рук Спины и плеч и шеи И так с прикованностью слуг Весь век благоговею Но как не сковывает ночь Меня кольцом тоскливым Сильней на свете Тяга прочь И манит страсть разрывом И чтобы спеть последнюю песню Мне понадобится помощь Тут такая история Дело в том, что Ольга меня как-то попросила Напиши песню, чтобы я ее могла петь У меня никак не получалось А вот для спектакля Который мы сыграли Понадобилось написать песню И ее по сценарию пела Оля И так случилось, что Я написал для нее песню Но я немножко Я не выйду за рамки лимита Времени номеров Но я очень хочу прочитать Я одно стихотворение Она этого не знает И я сегодня об этом подумал Ну просто действительно в боку Как-то хочется себя чувствовать Настоящим мужчиной А потом у меня редко будет Такая возможность Таким теплым залом Это стихотворение Владимира Высоцкого Люблю тебя Сейчас Не тайна На показ Не после и не до В лучах твоих сгораю На взрыт или смеясь Но я люблю сейчас А в прошлом не хочу А в будущем не знаю В прошедшем я любил Печальнее могил Все нежное во мне Бескрылит и стреножит Хотя поэт поэтов говорил Я вас любил Любовь еще быть может Так говорят о брошенном Оцветшем И в этом жалость Есть и снисходительность Как к свергнутому Строна королю Есть в этом Сожаление об ушедшем Стремление Где утеряна стремительность И как бы не доверье К я люблю Люблю тебя теперь Без пятен Без потерь Мой век горит сейчас Я вен не перережу Во время В продолжение Теперь я Прошлым не дышу И будущим не грежу Приду и в бровь И в брод И в плавь К тебе хоть и безглавь С цепями на ногах И с гирями по пуду Ты только по ошибке Не заставь Чтоб после я люблю Добавил я И буду Есть горечь в этом Буду Как ни странно Подделанная подпись Червоточина И лаз для отступления Про запас Бесцветный яд На самом дне стакана И словно настоящему Пощечина Сомнение в том Что я люблю сейчас Смотрю французский сон С обилием времен Где в будущем не так И в прошлом по-другому К позорному столбу Я пригвожден К барьеру вызван Я языковому Ах разность в языках Неположение Крах Но выход мы с тобой Отыщем И обрящем Люблю тебя И в сложных временах И в будущем И в прошлом Настоящем Ну вот Выходи Будем петь Ольга Васильева Город Москва Номинация Исполнитель В отсутствие Лены Гурфинки Лемиша на себя взял Обязанности Руководитель Конкурсной программы Сейчас решил Обязанности Ведущего На себя взять Я не позволю Ну это мы еще посмотрим Стихотворение Александра Володина Музыка Михаил Кант Да, это моя мелодия Из того же спектакля Дневник неудачника Или стыдно быть несчастливым А что природа делает без нас Кому тогда блистает снежный наст Кого пугает оголтелый гром Кого кромешно угнетает туча Зачем в воде качать пустой паром И падать для чего звезде по тучи Не перед кем Не перед кем На всякий случай Вода бесплотно по березам льется Глухой овраг слепой водой залит В надежде роща только обернется Он тут как тут, а в столбине встает А уф скричит И кто-то отзовется И роща сразу примет должный вид Осмысленно замельтешились сосны И лопухи как никогда серьезны Вокруг него расположился космос Над ним звезда подучая летит Спасибо Сейчас будет смертельный номер Я буквально вчера доучила песенку Александра Ванина Который тоже очень жаль нам, что не приехал на этот фестиваль Вот, но я постараюсь, очень хочется ее спеть Все надежды на новый день До него целых три часа Шевелиться и думать Лень, закрываю рукой глаза Таракан по стене ползет По делам или просто так Через три часа все пройдет Все пройдет через три часа Не приходит ко мне весна Целый месяц одни дожди Я тихонько схожу с ума За это меня прости А надежда, она живет Ну куда же ты без нее? Подпросилась душа в полет Ну и как же я без нее? Все дороги приводят в Рим Только мне это ни к чему Мы с тобой вот-вот сгорим Мы с тобой уже в дыму Остается лишь три часа Все надежды на новый день Закрываю рукой глаза Шевелиться и думать Лень Шевелиться и думать Лень Шевелиться и думать Лень Александр Галич И выкаркивает мне номера Телефонов, что умолкли давно Будто сшиб, встретились в огне полюса Будто сшиблись над огнем топоры Оживают в тишине голоса Телефонов до военной поры И как будто обретая черты Шепелявит озорной шепоток Пять, тринадцать, сорок три — это ты Ровно в восемь приходи на каток Пляшут галочи следы на снегу Ветер ставни стучит на бегу Ровно в восемь я прийти не могу Да и в девять я прийти не могу Ты напрасно в телефон не дыши На заброшенном катке ни души И давно уже свои бегаши Я старьющику отдал за гроши И совсем я говорю не с тобой А с надменной телефонной судьбой Я приказываю, дайте отбой Умоляю поскорее отбой Но все так же из ночной темноты Как надежда и упрек и итог Пять, тринадцать, сорок три — это ты Ровно в восемь приходи на каток Ольга Васильева Гляд, минуту подождите, пожалуйста Как бы делаем такую фальшкоду Миша и Оля в прошлом году сейчас они выступают в разных номинациях Миша как композитор, Оля как исполнитель А в прошлом году они были лучшим дуэтом нашего фестиваля Может, они нам немножко попоют, да? Да? Вместе? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мне спеть еще? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хорошо, тогда еще один спортивный номер АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нежность? Хорошо Это песня Юрия Эйдельштейна на стихе Марины Цветаевой Ну, дежурь, скажу, посвященный Осипу Пастернаку Ой, Осипу Мандельштаму Ой, Осипу Мандельштаму Правильно, да Спасибо Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю И губы знавало темней твоих Всходили и гасли звезды Откуда такая нежность? Всходили и гасли очи У самых моих очей Еще не такие гимны Я слушала ночью темной Венчаемая о нежность На самой груди певца Откуда такая нежность? И что с нее делать? Отрак лукавый певец захожий С ресницами не длинней Ла-ла-ла-ла-ла-ла-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- будет смертельный номер. Как-то мы тут за эти вот дни в Баку. Просто вчера вот Веста об этом говорила с Оляниной, что действительно здесь хочется петь какие-то песни вот новые, вот которые сейчас вот захотелось. Мы взяли на себя смелость добавить к стихам Юрия Висбора и его музыке его же прозу из повести «Завтрак с видом на Эльбрус». Нам ужасно жалко, что не приехали не только Юрий Львович и Лена, но и Соня с Ливи, потому что мир взрослых не имеет никакого права извините за, слава мне другие, гадить детям. И мы, когда нашли этот кусочек «Завтрак с видом на Эльбрус», мы поняли, что его надо прочитать. По самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевых, там наш тронлайн скользит вдоль мостовых. Чаще всего в эти дни мне вспоминалась моя маленькая дочь, моя Танюшка. Мы вместе садились с ней в наш троллейбус номер 23, народу было мало. Я сажал ее к окну, а сам садился к проходу, счастливый от мысли, что буду защищать ее от других людей. Мне физически необходимо было видеть ее, Я с легкостью отдал бы свою жизнь за ее. Москва двенадцать, он нелепко, да и Москва речушка не нева. И мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. Пап, а давай почитаем. Давай. И тонко подталкивая ребенка к Шсению говорил. Ну, начинай. А-П-Т-К. Правильно? В принципе, было правильно. А в летних парках развеселье дым, Легка любовь и ненадежна грусть. И мы на это с палубы глядим, Сюжет той пьесы зная наизусть. Иногда ее вопросы просто потрясали меня. Я даже подумать не мог, Что в этой детской голове могут быть такие мысли. Пап, а если я спрячусь под кроватью, Бомба меня не убьет? Я был просто в отчаянии, Что в этой маленькой голове Роятся такие мысли. Мася, в твоей жизни не будет никаких бомб. Но наш вояж на счастье обречен, И не спугнуть бы это невзначай. И лишь плечо касается плечо, Когда волна волнует наш трамвай. Пап, а я умру? Ну что ты, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить очень долго и счастливо. А я не хочу рождать. Это почему? Ну это больно. Да, но мама ведь тебя как-то родила. Ну ладно, но только одну девочку. Ну хорошо, девочку так девочку. От столкновений на бортах клеймо. О, наша жизнь не словно корабли. Немного краски, временный ремонт. И вот опять мы в плавание ушли. Пап, а тех, которых в море утонывают, Их водолазы спасают? Ну, некоторых спасают. А мы с тобой некоторые... Да, безусловно, мы некоторые. Мы не утонем в море. Нас спасут водолазы. Мы спрячемся от бомбы под кроватью. Дети не терпят несправедливости. Они рождены для жизни такой, какой она должна быть. Чистой, радостной и беззаботной. Конечный пункт, асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал Москва-12, старенький трамвай. Ах, если б нас до старости качал Москва-12, старенький трамвай. Наполним музыкой сердца, Устроим праздники и сбудем Своих мучителей забудем. Вот сквер, пройдемся ж до конца. Найдем любивейшую дверь, За ней ряд кресел золоченых. Куда с восторгом увлеченных Внесем мы тихий груз своих потерь. Внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, Какая музыка звучала, Она совсем не поучала. А лишь тихонечко звала, Звала добро считать добром, И хлеб считать благодеянием, Страданье вылечить страданием. А душу греть вином или огнем, А душу греть вином или огнем, И светел полуношный зал. На стене издали заметил, И, разглядев, кивком отметил, И долиную указал. Там было очень хорошо, И все вселяло там надежды, Что сменит жизнь своей одежды. Наполним музыкой сердца. ТыTINA В под golpe走 Спасибо Спасибо большое Михаил Гангман и Ольга Васильева